Музыка Всем приветики, ребята, и это наш новый вложик. Я сейчас при таком макияже, типа арбузном, конечно, у меня не вышло сделать косточки арбуза чётеньким, потому что у меня очень мнётся века, ну там, старость не радится, всё, короче, всё так. Ладно, я шучу, на самом деле всегда у меня никогда не было идеального ровного века, потому что там всё комкается. Мы собираемся сейчас с Валерой съездить прогуляться, ну и сделать, конечно, фотографию, больше ради фоточки всё это делается, но на улице хочет пойти дождь, поэтому сейчас у нас может быть экстремальная какая-то быстрая фотосессия. Мы вызываем такси и где-то в районе Белого дома хотим сделать фото. А, ещё с собой берём арбуз, потому что он будет участвовать у нас в фотосъёмке тоже. Там арбузная идея для фотографии. Валера нарезала уже определёнными таким кусочками нам надо было, маленькими треугольничками такими. Вот, так что да, сначала с арбузом будем фоткаться, а потом арбуз будем есть. Такие планы. Поэтому берём вас с собой, зонтики тоже берём с собой. Надеемся, что успеем сделать фотку. В общем, Валера хотела ехать в парк Дружба, а парк Дружба у нас находится вообще на другом конце города. Сейчас идёт маленький дождик, который, в принципе, не помешает. И мы будем фоткаться, скорее всего, на фоне этого дерева. Это, кстати, плакучиво. А плакучие или нет? Ну, смотрите, красиво выглядит. Вот здесь я буду как-нибудь да стоять. Здесь у нас арбузик, который нам нужен для фотосессии. Нарезанный такими треугольничками. Вот. И где-то здесь, в кустиках, я буду замирать. Блин, чёлку пора стричь. Смотрится она у меня сейчас как-то кринжово уже. Кринж, кринж. Ну что, давай. Давай. Ну что, фотосессия закончена. Валера поедает реквизит. Там ещё много реквизитов. Да, реквизит надо лопать. Не домой же мы его повезём. Сейчас обоссымся с реквизита конкретно. Пешком на дом пойдём. Кстати, ребят, здесь растут какие-то цв... Ой, господи, какие-то ягоды. Я даже не знаю, что это за ягодки такие. Кто из вас в курсе? Напишите, они такие довольно плотные. Похожи на чернику. Ну, по цвету, естественно. Я понимаю, что это не черника. Ну, вот, в общем, как-то так они смотрятся. Такие продолговатые. Симпатичные. И выглядят, знаете, вполне себе съедобно. Вполне съедобно выглядят. Но я не знаю, что это такое. Короче, мы тут берём самокаты в аренду. Не катались, кстати, уже очень давно. Наверное, месяц точно. И у меня всё нормально забронировалось. Я стою, жду, когда Валера свой забронит. Ну, у него что-то какое-то... Денежки сняли, все, а самокаты... Деньги снял, а самокаты, типа, не даёт ехать. Что-то пищит, да? А что в приложении пишет хоть? Ничего. Всё, типа, нормально. Может, он стартануть, и он заглохнет? Никакого. И ты нажал, поехали, да? Видишь, он как будто на тромозах стоит. Господи. А в чате никто не отвечает. В чате, да, молчок. Классно. Сколько уже бабок сняли? Уже 65 рублей. И с тебя, кстати, тоже запросил. 65 рублей, как с куста, за то, что я стою. И за то, что у Валеры самокат не едет. 130 рублей уже просто так вот здесь на месте ушли. Конторка-то гибла, оказалось. И ты надеешь, сейчас поедет всё? Я снова взяла эко-режим, самый спокойненький. Минутный эко. Что-то пищит, да? Да, не хочет. А может, вот этот попробовать за этот, который? Нет, попробую, бабки надо. Ну, бабки ты, да, скажи, чтобы за это свернули. Попробуй за бронь, которая за это тебя. А за это, то в чат им долбить. Пусть возвращают деньги тогда. Что-то какая-то фигня началась. И небо такое, знаете... Какая-то надвигается чернуха, я чую. Застанет нас по дороге. Сейчас так ещё подогревает ляшечки. Может быть, рванёт конкретно. Вышла взять самокат. Деньги вернули за предыдущий? Нет. А в чате молчок пока? Нет, в чате они сказали, там надо куда-то на WhatsApp или в Telegram, короче, писать. А, ясно. Ясным чувакам. Ну, на, сними меня. Блин, здесь осень так будет. Да, уже листики падают. Но осень, надеюсь, останется хоть листик для фотосессии. Волуинск. Вроде не разучилось ещё ездить. Я говорю, вроде ещё не разучилось ездить. Да. Ну, вот стоит не один раз грохнуться, я перестану кататься на них. Но ещё пока что Абаш обходится. Мы с Валерой стали осмотреть новый сезон детства Шилдена. Это какой сезон, кстати? Третий уже. Ну, что-то долго он не выходил, да? Чтобы мы долго не смотрели. Может, он давно был там. Мы, в общем, случайно узнали, что он вышел. Бабуля, конечно, у него такая прям клёвая бабёнка. Серии по 20 минут, наверное, всего. То есть, прям, как семечки пролетают. Короче, контент 18+. Нельзя такое вологду говорить, Валера, как думаешь? Или нормально? Сейчас будем тестировать сидр со вкусом арбуза. Мы пробовали, короче, Саммерс Бай с яблоком, с грушей. И вообще мы сделали вывод, что в России он какой-то, не знаю, не очень вкусный. Вот когда мы пробовали Саммерс Бай в Черногории. В Черногории это был, да, Валер? Вот там Саммерс Бай просто божественный. Там, во-первых, знаете, какие-то бутылочки совсем-совсем маленькие, они такие вообще... У нас Саммерс Бай вообще поражен, на самом деле. А у нас в России Саммерс Бай что-то какая-то туста. А этот вот какой-то новенький надо сейчас заценить. Да, короче, увидела с арбузом и думаю, надо попробовать это что-то интересненькое. Тем более я с макияжем арбуз, пробую сидр арбуз. Слушай, что-то попахивает рекламкой. Блин. Ли рекламы пах... Блин, но это не реклама. Ребят, мы купили в пятерочке просто. Сейчас, ну-ка, как пахнет. Ну-ка, аромат. Ну такой кисловатый, но чусь арбуз, да. Есть, есть. Взрослый контент пошел, бабушка, прости. Ну, выходной день, нормально, я думаю. Тестируем. А ты что, не будешь, что ли, тестировать? Ты сначала. Ты же начал. На, держи. Ну, пахнет приятно. Такая вот, действительно есть мякоть арбуза в аромате. Он такая едва уловимая, я бы не сказала, что яркий запах. Тестирую. Ой, какой сильно дозированный, прям, очень сильно. Слушайте, вроде ничего. Я, знаешь, что ожидала? Что он будет такой, типа, чересчур пересладкий. Такое, что аж зубы, знаете, сводит, бывает. Очень сладкий, вот эти все напитки. Да, я глаточек. А этот такой, я бы сказала, суховатый. И вкус вот этого арбуза, такой, как сказать, не самой вот этой мякоти супер сладкой, а такой ближе к корочке. Ну да, этот еще не чешный, но вот обычный, самый стандартный яблочный вообще прям не нравится. Слушай, вот этот, по-моему, удачный. Это нормик. Да, он прям действительно такой, как будто сухой. Он вообще не сладкий. Соммерсби у Утермелон. Все, хороший рекламец. Ну, в общем, вот, это был тест. Это же, ну, это не реклама, ребят, сорян. Если вы пробовали Соммерсбай, то какой у вас самый... Ребятки, всем доброе утро, доброго дня. Я продолжаю свой влог. И сейчас хочу сделать маску для волос. Вообще, я хочу практиковать маску для волос где-то два раза в неделю хотя бы. Потому что я замечаю прям, как волосы становятся действительно более мягкие, плотные, такие. Лучше даже укладываются. И лучше и выглядят, естественно. Вот, уже подготовила эту масочку. Сейчас ждем, кстати, папу. Должен заехать мой папа и завести еще. Вот и он. Завести еще что-то в огурчики, помидорки. И я думаю, куда мне сегодня пустить овощи. Потому что, короче, у меня несколько кабачков. Думаю, может быть, приготовить рататуй. Или что-нибудь, как это, запечь их в мультиварке. Я еще не решила. В общем, покопошусь, посмотрю в интернете, какие я найду варианты блюд с кабачками, с помидорками. И что-нибудь сегодня с вами забацим, приготовим. Ну, а сейчас, да, я пошла делать маску. Мыть голову, делать маску, да, папу вот встречать. И пойду в Озон. Там пришли мои заказы. Там у меня шмоточки для видео на основной канал. Нужно сегодня все забрать. Маску делать буду вот такой Triple Moisture от Nitrogyna. Она у меня, кстати, уже кончается. Там осталась, наверное, четвертинка всего. Надо ее уже добивать. Вот эти дни, что я буду делать маски. И все, выбрасывать. Это, короче, глубоко восстанавливающая маска для волос, для окрашенных, для сеченных, таких, знаете, обезжизненных, тонких, ломких волос. Маска очень классная, питательная. Волосы потом прям шикарные после нее. Так что сейчас займемся. Нанесла я маску на волосы. Помимо, кстати, маски, да, я смотала так в полотенечко, я решила сделать еще и маску для лица. У меня такая вот от Revolution. Это какая-то коллаборация Jake Jamie. Я, кстати, не знаю, кто это. Наверное, стыдно должно быть, но я не знаю, кто это. Ну, судя по всему, бьюти-блогер наш какой-то. Fit Your Face называется. И она идет, кстати, с... Как он там называется-то? С Dragon Fruit. Вот. Dragon Fruit. Его называют, да, Драконий фрукт. Ну, я думаю, вы знаете. И здесь вот эти точечки. Это семена из Dragon Fruit. Маска увлажняющая, выравнивающая. Веганская, кстати, она. И очень приятно пахнет. Такой, знаете, ненавязчивый запах какого-то фруктика. Нежного и экзотического. Ну, собственно, в нашем случае Dragon Fruit. Вот так я тут распределила. Похожу минуты как раз 10-15. И сразу смываю и с лица, и с волос. Милое такое очень оформление у маски. Она в стекле идет. Вот так, тут, глядь, баночка. Из этой серии, по-моему, несколько масок вышло. У Revolution, блин, шерсть фифи просто повсюду. С какими-то другими еще фруктами. Ну, у меня вот такая. И вот такой у меня освежающий тоник. Ну, это считается какая-то, типа, смягчающая вода вообще написано. И я протираю лицо перед макияжем. Освежает, увлажняет. Тоже, кстати, веганская. Вот, она такая легенькая и большой-большой объем. Аж 500 мл, мне кажется, хватит. Капец, как надолго. Я ее на iHerb брала. Если что, не забуду, оставлю ссылочку в описании видео. Кстати, подойдет и для чувствительной, и сухой кожи. В общем, мне прям нравится. Решила заодно постричь себе челочку. Смотрите, она у меня как-то росла. Тут можно точно рубить на сантиметр. Она достала уже лезть в глаза. И когда я ее заправляю в бок, смотрится как-то странно. Мне это вообще совершенно не нравится. Когда она будет короткая, она будет идеально лежать. Она сразу кажется гуще. Поэтому сейчас займемся. И, кстати, жду курьера. Должны будут посылочку сейчас принести. Так, ребят, пришла тут посылочка. Я так подозреваю, что, вероятно, это проектор, который заказывал Максим, Валерин коллега. Он уже разволновался, где он там. Долго типа идет. Но, на самом деле, дольше, на сколько, на неделю, да, наверное? На неделю, наверное, задержалась. Больше неделю. Больше неделю. Писал, что 30 июля доставят. Да, короче, писал, подавец, что 30 июля доставят. Но нифига. Максим начал волноваться. Но вот если это проектор, то хорошо. Ну, конечно, мы его не будем там включать. Ничего, я просто раскрую и покажу. Что это? Будем его включать. А, Максон, разрешил тебе? А, что же не включить? Давайте потестируем. Ну, это вечером, наверное, оттестируют, да? И Валера сказал, если ему понравится, если ему понравится, то мы нам на новую квартиру тоже такое возьмем. Он стоит что-то около 16 тысяч, по-моему. Вообще, если это сейчас он. Ну, я думаю, да, вроде он. Нет, он стоит не 16. 16 он стоит у нас. А на Алике он стоит 10, 11. Да? То есть за 11 купили его, да? Ну, там да, скопейки. Это Xiaomi, по-моему, проектор. А, это Xiaomi. Сейчас некоторые, наверное, подумают, ну, офигеть, вы так чужую посылку распаковываете, то-всё. Ну, как у Валера Максим друг, и ничего в этом такого совершенно нет. Да, это он. В общем, у вас сердечко какое-то китайское приклеено. Это он, смотрите, приклеили какую-то заметочку. Что там написано? Thanks for your order. А, я думаю, извинения за просрочку. Они же не знали, что просрется. Смотрите, подарочек. О, как бы не сойти с ума. Это тоже Макс, это тоже Макс. О, такой роскоши, да. Ладно. Ну, что, извините, распаковываем, да? Ну, а что? Ну, спроси у Максима, можно, нет? Короче, как это называется? Он... Нет, это какой-то Ван Бо бренд. Вот написано Ван Бо. И, типа, вот так он выглядит. Вот на фотографии. Ван Боу портейбл проектор. Т2 Макс, как называется он. В общем, сейчас, если Максим даст добро, то мы распакуем и посмотрим, как он выглядит. Ну что ж, давайте открываем. Я позвонила Максиму. Макс дал добро. Да. Бюллетень по эксплуатации. И вот он сам. Ну, есть еще такая же, только старшая версия, которая еще ярче. Но она здоровая. Нет, не новее. Просто она более крутая, как будто. А это такой он портативный. Ой, там еще что-то... И в нем все есть встроенный. То есть, там YouTube уже встроенный, все есть. Только вот к инету подключи его и все. Офигеть, а как это может быть встроено? Ну, типа, своя там какая-то система. Вот, смотрите. Ну, выглядит он прям стильненько, такой светленький. Это динамик? Да. Ну, так, в общем, можно колонки на большие выводить. Да, можно колонки. Можно его ставить на штатив и переворачивать, чтобы он в потолок, короче, светил. Можно лежать и не двигаться. Отсюда будет светить, да? Вот USB тут все. Все есть. Короче, давай попробуем включить. Чего нам там прислали китайцы? Там еще слегки есть какие-то. Тренога должна быть вроде еще. Пультик? Да, тренога. Вот здесь подставка. Сейчас покажем сразу наполнение. Чувалер тоже захочет такой заказать, да? Вообще, Макс предлагал складчину это купить, чтобы он в офисе стоял. Но мне кажется, он будет им больше пользоваться, чем я, поэтому он сам пусть покупает. Почему? Не знаю. Он сказал, там, в деревне где-то будет смотреть еще что-то. Ну и, конечно, вот, проводить. Провода. Хочу помнить, ребят. Провода, в общем. Хотел уменьшить ласкать, но сказать не вышло. Вот, такое наполнение. Ну что, подключай ты. Ну что, у Валерты процесс полным ходом. Ты хочешь на желтую стену эту? Да, я не знаю. Проверьте, как работа. Ой, ты еще на наш штатив поставил? На тот недавно. О, посмотри уже. Прикольно. Хотел сказать, а что это он показывает на нашу тумбочку, которая у нас около телека? А, это просто доставка. Ну что, и сегодня вечером на нем будем смотреть, да? А, уже сегодня отнесешь, блин. Максим будет на даче там. Смотрите, дома. Короче, знаете, ребят, мне кажется, очень удобный вариант. Ну, сейчас посмотрим, конечно, как это все выглядит. Вот, с горой идем штором. Мне кажется, очень классный вариант для выезда, вот, типа, за город. Да, если у тебя есть где подключить его. Ну да. А, подожди, а на зарядке он не работает? Думаю, он на подзарядке. Ну, от дачки можно, наверное, вот. А, так. Ну что, Валера тут настраивает полным ходом? Сейчас какие настройки делаешь? Я просто хочу посмотреть, что тут есть. Блин, как он громко пищит. Слушай, ну если такую штукинцию купить, то может даже и телек не понадобится дома, да? Ну, днем ты на нем ахмеде не посмотришь. А, слушай, его можно, знаешь, кого будет проектировать на новой квартире? На фотонатяжку, на стену. Ну, туда, да. У меня же, я рассказывала вам, стена-то будет, где я буду в основном снимать ролики, там у нас будут рулоны, натяжки фона, там у нас розовый, голубой, еще какие-нибудь. И, в принципе, если натянуть какой-то светлый фон, то можно будет такую штуку, если мы такую же купим, конечно, проектировать на него. Ну, тогда надо будет разворачивать как-то кресло или диван, потому что они у нас в другую сторону будут стоять. Видишь, он какой-нибудь неяркий днем? Угу. Так что, что-то особо посмотрим. Ну, днем, да, он неяркий, это логично. Мне кажется, знаешь, еще что круто? Проектировать его, вот, если на натяжку, когда какие-нибудь посиделки, не знаю, там с друзьями или какая-нибудь туса, типа Хэллоуин или Новый год, проектировать на него какие-нибудь, допустим, ну, сезонные заставки, чтобы они шли и давали, как бы, света и дополняли атмосферку, да, создавать. Допустим, там есть Хэллоуин, какие-нибудь там тыквы, листья падают, осень, Новый год, типа там снежок, камин, что-то вот такое, типа, уютное. Как дополнительный экран. То есть, допустим, включен телек и включена вот эта штукенция. Так, ну-ка, телефон, вот-вот, включите. Ну, как он выглядит так. Вот. Блин, так пылинки все видно. Посмотрите просто на мою красную морду лица. Да, я сейчас пришла с улицей, там такая духота. Сейчас дождик, походу, вот, Леваня сгоняла, короче, вазон, забрала посылки. Валер тем временем тут настроил. Это не на всю яркость? Сейчас полоска улет. А-а-а. Мистер Бин? Да, это там же там, просто на главной странице было, опять по-башечке. Ну, нормально так. Крупненько. Или морщик крупнее? Чем дальше, тем крупнее будет. Тут же регулируется, как бы. Чем дальше, тем крупнее? Да. Поисте, видишь? А-а-а. Блин, так важно. Понятно. Ну, и как тебе эта вещица? Надо ночью пробовать, сейчас еще, сейчас непонятно. Вечером тоже попробовать хочешь, да? Да, и не у Максима, да, да. А, точно ты что-нибудь дашь у Максима. Ну, он поделит своим впечатлением. Брать, не брать. Что-то я не помню эту серию. А ты? Что-то тоже смутно. Блин, неужели мы не все серию Мистера Бина пересмотрели? Может быть. Я такая блестящаяся, что не запоткать у меня SPF. Ну, в общем, блин, да, вечером, мне кажется, прямо уютно с этой штукой. Ну, сейчас она, кажется, не очень яркая вообще. Ну, днем нет смысла, да, это именно для вечерних, для ночных просмотров. Вот, и, ребят, если кто-то заинтересовался, я оставлю вам ссылку, как бы. Ну, в общем, да, если кто-то заинтересовался, я оставлю ссылочку в описании влога. Мы с Валерой будем думать, брать такую на новую квартиру или нет. Ну, я думаю, что да, вещь все-таки интересная для таких, для киновечеров, для выходных, прикольная. Ну, вот, в проектора есть какая-то своя ламповость, я считаю, эстетика некая. Это когда особенно, не как на телеке. Согласны вы или нет, напишите в комментариях. Кто-нибудь понял, что я имею в виду? Или телек все-таки круче? Блин, почему-то SPF такой блестящий. Ладно, я пойду, короче, готовить бок с сукини. Ну, что ж, будем готовить, в общем, бок. У меня это будет лапша-удон, понадобится лапша. Также у меня будут кабачки, курочка, перчики, чеснок, морковка. Также понадобится кунжут, но это уже больше при подаче. И чесночок. Вот, пока что я оставлю, наверное, отвариваться лапшу. Она, в принципе, очень быстро отварится. Сковородка волка у меня уже бывалая, старенькая. Но она у меня какая-то была не очень дорогая. Надо было какую-то купить, не знаю, от популярного бренда, я думаю. Но это, в принципе, тоже такая, сойдет. Что мне нравится, удобно всегда в ней переворачивать все, перемешивать, потому что она огромная. И она лучше как-то прогревается. Овощи в ней намного вкуснее, чем если их просто на обычные сковородки жарить. Думаю, что мне хватит двух куриных грудок. Нарежу я их такими маленькими квадратиками сначала. То есть вот так потом порублю помельче. И затем начну нарезку овощей. Вообще курочку можно замариновать на 15-20 минут. Допустим, в соевом соусе, чесноке или в соусе терияки. И чеснок, но соус терияки у меня нет. Я, наверное, ее вообще не буду мариновать. То есть просто оставлю такой мелко порезанный. И будем все закидывать на сковороду. Все, курочку нарезала вот такими кусочками. И я немного полила соевым соусом и посыпала красным персом. Пока я нарезаю овощи, она как раз у меня будет стоять минут 15-20. Вполне, я не говорю, что это типа я засоусировала. Но, скажем так, небольшой вкус мы все-таки ей придали. Поэтому пока что ее в сторонку. И начинаю разделочку кабачка. Кабачок и вообще все овощи в оке обычно нарезают такими продолговатыми, ну типа палочками что ли, я не знаю, такой соломкой. Да, сейчас буду пытаться нарезать соломкой свой кабачок. Не знаю, как это там получится. Вот. Соломкой удобнее всего мне всегда нарезать морковку. То есть мы не используем терку вообще. В оке только все именно нарезается такой продолговатой соломкой. Мне это нравится. И то, что в оке сохраняет еще одну из такую небольшую хрустинку многих овощей. Они такие полусырые, остаются чуть-чуть прям зачастую. И я считаю, это капец как вкусно. Блин, капец, я еще два кабачка хотела делать. Смотрите, с одного сколько. Такая вот соломка. Можно, конечно, было еще мельче, но я думаю, в процессе жарочки так чуть-чуть сожмется. Как-то будет нормально. Еще я решила добавить вот этой вот маминой фасольки стручковой. Прям просто ее нарежу кусочком. Много не буду добавлять, потому что... Надеюсь, что она не будет жестковатая. Так что лучше добавить немного, на случай чего. Вот такой пучок. Просто нарежу его вот так вот. Это по полтора сантиметра кусочками. Ну, а вот морковка и перчик. Все у меня порезано. Наконец-то можно бросать вариться лапшичку и постепенно все закидывать. Чесночулю приготовила. Возьму три зубчика. Мелко порежу их. Либо через чеснокодавку продавлю. И лапши я беру вот такие три связочки. Варить ее нужно 6-7 минут. Потом скидываю в дуршлаг и все, пусть с ней стекает водичка. Кстати, напишите, какая у вас самая любимая лапша. У меня вот самая любимая соба. Это гречневая лапша. На втором месте у меня уже удон. Это пшеничная. Вот, а у вас какая? Мне нравится она такая плотненькая, плоская. Все, водичка у меня закипает, бросаю. Первой на сковородочку отправляются курочка. И говорю, точнее, что на воке нужно все тщательно помешивать и готовить на самом большом огне. Субтитры подогнал «Симон» Ребята, я еще переживала, что у меня будет мало составляющей и начинки в воке. Вы посмотрите. Сейчас, конечно, это еще все сожмется немножечко, но в целом это по-наливному. Мне кажется, даже в ресторанах столько начинки в воках нет, если заказывать. Капец. У меня сейчас лапшичка уже сливается. Я ее промою. Такой тепленькой водичкой, не ледяной. И закидываю сюда. Ну, минут, наверное, через 6-7. Ну, в принципе, все. Вок у меня готов. Можно кладывать по тарелочкам. И добавлять кунжут. Кунжут, конечно, желательно сначала чуть-чуть обжарить, чтобы оно было более крутяще и ароматным. Мне кажется, вышло круто. Я уже попробовала. На вкус это офигенно. Поэтому повторяйте, пробуйте. Я постараюсь под этим влогом продублировать весь рецепт. Поэтому заглядывайте в инфобокс. И тоже готовьте бок. У меня, блин, какой-то парыщ скачил. Надеюсь, это ненадолго. Надо в чем-нибудь прижечь. Короче, я сейчас влог буду заканчивать. Днем ко мне заезжал папа. Принес снова дары из деревни. Сейчас я вам покажу, что там мама передала. Вот улов на этот раз. Спасибо маме большое. Снова огурцы. Я, кстати, почти что все доела. Представляете? Представляете? Снова огурцы. Кабачок такой средненький. Но все равно маленький, конечно. Опять стручковая фасоль. Здесь зелень. Перчики. И мамин помидорки черри, я так понимаю. Ой, смотрите, как прикольно. Как будто игрушка какая-то маленькая. Прикольная. Так что вот. Вот такое добро передала мама. Будем что-нибудь готовить. Делать салатики, как всегда. Ну, в общем, вы поняли. На этом я буду заканчивать влог. Капец, у нас во дворе такая тусовка. Теперь каждый день у нас построили новую площадку. И знаете, такое ощущение, что теперь сюда приходят гулять дети из соседних дворов. Потому что, например, вчера мы с Валерой шли из Пятерочки. И двор в новостройках, который у нас около дома, где всегда тусили дети, там нет ни одного ребенка. А у нас здесь завал детей просто во дворе. Не, я ничего не имею, просто детей. Но порой просто они орут как резные. Думаешь, блин, убивают что ли там кого или как. Ну, то есть теперь тишины нет вообще. Вот. И на лавках сидят взрослые люди, которых я вообще первый раз вижу. Потому что, ну, знаете, живя всю жизнь в одном дворе, плюс-минус все лица уже видел. Уже всех видел. А тут прям явно сидят новые люди. Видимо, они привели своих детей из соседних дворов сюда. И теперь у нас здесь веселье, скажу, просто капец. А, еще на новой площадке, знаете, как сделали землю? Сейчас бывает, знаете, делают такие настилы резиновые. Ну, чтобы дети если падают, чтобы не больно было. А у нас не такое дело. У нас просто осыпано все песком, как будто большая-большая песочница. Вся территория этой детской площадки. Я думаю, блин, капец, это огромный кошачий туалет. Я не знаю, может быть, это нормально так делать. Но, по-моему, это как-то не очень что-то мне подсказывает. Как вот вы считаете? Мне кажется, лучше бы либо они так вообще не делали, либо сделали вот этот вот резиновый мягкий настил. А теперь просто да. Собачки, кошечки, ай да, вон сколько песка, давайте. Ну, в общем, как-то так. Все, в общем, ребят, спасибо вам за просмотр. Увидимся с вами уже, наверное, завтра. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok